Михаил, добрый день. Вчера в процессе дискуссии от модератора был такой вопрос для всех участников. Как вы оцениваете ситуацию по шкале от 0 до 1 до 10 и, если мне не изменяет память, вы поставили троечку. С чем связан такой пессимизм? Мне кажется, здесь не совсем пессимизм, скорее реальная оценка ситуации. Рынок бывает растет, бывает стагнирует, бывает падает. Мы же обсуждали возможности для инвестора, а не для конечного пользователя. Для инвестора крайне важна точка входа на рынок. Оптимально выбрать момент покупки и момент продажи. От этого зависит половина успеха и инвестиций. Точка входа сейчас на рынок, на мой взгляд, не самая удачная. По крайней мере, нет четкого понимания, рынок не гарантирует возможности для заработка. Бывают периоды, когда рынок растет, ты выбираешь оптимальный объект, он растет не то, что вместе с рынком, он обгоняет рынок. Сейчас нам надо сконцентрироваться уже тогда. Если мы вообразим себя инвесторами, нам надо искать какие-то уникальные случаи, которые позволят заработать. Поэтому троечка. Это троечка относительно того, что было, я имею в виду, если предположим, условно 2020 год, это десяточка или где-то вверху, 8, 9, 10, а сейчас троечка. Или в том числе и объективная оценка того, сейчас модное слово, куда припарковать деньги, учитывая, что у нас нет фондового рынка и прочее, прочее. И вот у нас на одном, я имею в виду, крипта, с ней проблемы. Чтобы контекст расширить, я имею в виду вот что. Мы на одном эфире тоже, правда, с человеком, который консультирует по инвестициям, обсуждали, он сказал, понимаешь, сейчас вообще нет вопроса про инвестиции. Сейчас вопрос о том, как не потерять. И вот недвижимость, возможно, один из вариантов, как не потерять. Да, да, согласен, что здесь этот инструмент позволяет не потерять или не потерять много. То есть мы не увидим здесь обвальное падение цен, которые мы видим на финансовых рынках. То есть если снижение будет, во-первых, оно будет медленным. Вот можно про это поподробнее, потому что, сами понимаете, там YouTube, соцсети пестрят блогерами, иногда блогерами-риелторами, которые любят заголовки. Рынок обвалится и так далее, вот о каких все-таки цифрах, процентах мы идем речь? То есть нельзя исключать, например, что если мы говорим про вторичный рынок, нельзя исключать снижение цен на 15, на 20%, на 25, по отдельным секторам, городам или сегментам. Вот тут важно, по отдельным секторам, сегментам. Но этот процесс, он происходит не одномоментно, он, как правило, растягивается во времени на год, на два, на три иногда. И, соответственно, вот это снижение происходит в этот период. Но накладывая эту ситуацию на текущий рыночный контекст, мы еще должны учитывать и инфляцию. То есть инвестор мыслит всегда реальными деньгами, если мы говорим про настоящих инвесторов. Поэтому к снижению цен, по идее, надо добавлять еще и процесс обесценивания денег. Или мы когда говорим, что у нас цены могут вырасти в этом году, разные точки зрения же есть. Говорят, что сейчас ипотека льготная заработает, цены начнут, они не будут расти так быстро, но будут расти постепенно. Но вот вырастут они на 10%, но при инфляции 20% это все-таки минус. То есть это вот надо отдавать себе отчет, когда мы говорим, что да, много вы не потеряете. Но вы потеряете меньше, чем если просто будете хранить условно в рублях. Ну да, да. Вообще вот вчера, мне кажется, не помню, по-моему не сказал, мне кажется, сама тема инвестиций в недвижимость, она несколько уводит нас от сути рынка жилья. То есть в СМИ, в экспертных сообществах мы постоянно обсуждаем инвестиции в недвижимость. А что значит суть? Ну все-таки большинство покупателей на рынок недвижимости приходят совсем не для того, чтобы заработать или не потерять деньги. То есть мы не обсуждаем какие-то качественные характеристики жилья, оптимальные планировочные решения. Обсуждаем, но не так часто, как обсуждаются инвестиции в недвижимость. В результате вот этого информационного шума у нас каждая вторая семья почему-то думает, что они инвесторы. То есть они выходят и первый их вопрос, а сколько мы сможем заработать? А удачный ли сейчас момент для покупки квартиры или нам подождать полгода? Все это вторично на фоне каких-то житейских потребностей семьи. Но вот тот информационный фонд, который мы сформировали, он иногда задает ложную повестку в принятии решений. И, кстати, очень хорошо, вот смотрите, мне вдруг показалось, да, вот такой вот конкретный случай. Человек спрашивает вот этот вопрос, семья, да, задает этот вопрос. Не подождать ли нам полгода? И предположим, кто-то говорит, да, наверное, подождать. Вот вчера, по-моему, Ирина Зырянова сказала, если у вас кэш, сидите в кэш и ждите. Но при этом мы понимаем, что сейчас очень мало новостроек выходит или почти новых не выходит. При этом, скорее всего, самые лучшие объекты в новостроеках, учитывая ситуацию, в том числе с субсидиарной ипотекой, покупаются. И через полгода можно столкнуться с такой ситуацией, когда ты придешь, а тебе выбрать-то нечего с точки зрения вот того, что вы говорите, качественных характеристик. Я об этом и говорю, что человек может дождаться скидок, но скидки будут, допустим, на трехкомнатную квартиру, и ему нужны компактные двушки, которые на рынке не останутся, которых не останется на рынке. Все, он получил более, вроде бы, привлекательную с точки зрения средних индикаторов ситуацию, но свой же личный вопрос решить не может. Проект «Самолет плюс» отличается тем, что он носит название крупнейшего застройщика страны и для Москвы, Санкт-Петербурга и области Ленинградской и Московской. Это имя уже знает практически каждый житель этих регионов. Поэтому, вешая вывеску «Самолет плюс», вы автоматически навигируете поток клиентов к себе для закрытия вопросов, связанных с недвижимостью. Что касается других регионов России, то у компании «Перспективы-24» и нашего партнера, старшего брата-застройщика «Самолет» есть определенные проекты по масштабированию бренд-нейма «Самолет плюс» и выделенные финансовые средства. И буквально с 1 мая будет официальный старт этого проекта «Самолет плюс». И я уверена, что буквально через 3-4 месяца большее количество людей из региона будут воспринимать «Самолет плюс» как именно рецательные, именно точки отдела продаж, и вы абсолютно верно заметили, при дворе, связанные с реализацией бытовых, финансовых и вопросов, связанных с недвижимостью. Если говорить, вы же смотрите не только, как я уже сказал, не только аналитику по региону. Если сравнивать, у меня вот есть ощущение, что у нас сейчас регионы пошли в разные стороны. У нас юг, особенно там Крым и те регионы, куда не летают самолеты, живут в своей какой-то истории. Москва в своей, Питер в своей, Калининград в своей, там Сочи в своей, ну естественно, города-миллионники в своей. Есть какая-то объединяющая тенденция? Ну, объединяющая тенденция есть в том, что все-таки факторы, которые сейчас действуют на рынок на уровне федеральном, уровне общеэкономического фона, они нас всех объединили. Все эти контрастные регионы. Я согласен, что до последнего времени, в общем-то, ситуация, она сильно отличалась. И кто-то стартует раньше, кто-то позже. Отсюда и существует иногда какая-то инерция по движению цен, по спросу. Но апрель, например, был проваленным по всей стране. Здесь ничего уникального в Екатеринбурге, в Новосибирске или в Краснодаре не произошло. Сейчас, как раз, мне кажется, время, когда вот эти вот решения, которые принимаются правительством, которые принимаются в Кремле, они определяющие локальные особенности. Много строим, мало строим, они отошли на второй план. Они, конечно, влияют. И это важно учитывать, потому что с момента запуска льготной ипотеки одни регионы у нас нарастили объемы жилищного строительства, по сути, предложения, а другие нет. А в Питере строить стали еще меньше на этом фоне. Понятно, что и движение цен от этого будет сильно зависеть. Если мы стимулировали спрос, и при этом в одном месте квартир становилось больше, а в другом меньше, ну, реакция рынка, она здесь вполне прогнозируема. Если говорить про решения правительства, у меня есть какое-то ощущение, что от этих решений, ну, не то чтобы устал рынок, но вот эта вот частота этих решений, причем достаточно таких ключевых, привело к тому, что основная масса тех, кто планировал что-то активно вот в апреле, в мае, может быть, даже уже летом приобретать, сейчас просто махнули рукой и сказали, вот, успокоиться, да, потому что то на 3% вниз, то еще на 2%, то 10% вверх. И как бы это вызывает некую нестабильность, и люди, мне кажется, продолжают ждать какого-то следующего снижения ключевого, чтобы потом не бегать с этими, как это, да, со всеми. Согласен, это, наверное, такая черта не самая лучшая нашего рынка последних лет, ну, вообще, надо признать, что мы там двигались на таких ипотечных костылях, научились бегать на них, пересели уже в коляску, разогнались до скорости автомобиля, и не знаем сейчас, как нам дальше на ногах снова научиться ходить. Ну, то есть, и все эти решения, вот, по замене, там, одних костылей на другие, они всегда имели короткий период жизни. То есть, мы продляем программу льготной ипотеки до конца года. Что такое до конца года с точки зрения девелоперского цикла? Ну, абсолютно ничего. Как, то есть, мы часто говорим про покупателей, про то, что вот им надо свои решения принимать, и для них, конечно, это вот, вот скоро закончится программа льготной ипотеки, а вдруг ее не продлят? Ну, то есть, это подталкивает, стимулирует спрос в моменте, но ведь, а как поступать бизнесу в этих условиях? А вдруг ее не продлят, действительно? А что, если нет, как в той песне, да? А что, если программа льготной ипотеки в один момент возьмет и прекратит существование? А мы сейчас здесь построили планы по выводу новых проектов на следующие три года. Вот это вот, ну, мне кажется, такая фундаментальная проблема для всего рынка жилья, что нет четкой какой-то стратегической линии. Я понимаю, что контекст меняется, экономика меняется, надо адаптировать рынок, но объем пожарных решений, он, конечно, зашкаливал. Покупатели, конечно, устают от этого. То есть, у них постоянно, они же не живут в рынке, они выхватывают из новостей какие-то обрывочные сведения и видят, что постоянно что-то меняется. Кто говорит, что цены вырастут, кто говорит, что ключевая ставка упадет, ипотека подешевеет. Ну, а сейчас, когда нет четких ориентиров, нет почвы под ногами с точки зрения принятия решения, конечно, для кого-то вот эта вот пауза принятие решения, она становится таким, понятным действием. Для рынка жилья ничего хорошего в этом нет. У нас в начале марта была вот эта процедура, как это привлечение огромных количеств денег на депозиты под высокие проценты. Некоторые девелоперы, не специалисты рынка недвижимости, ожидают, что, очередное слово ожидают, да все что-то ждут, ожидают, что начиная с июня месяца, когда вот этот трехмесячный период заканчивается, эти деньги, по-моему, там 4 с лишним триллиона, начнут появляться на рынке недвижимости, потому что, ну, как бы, по большому счету, альтернативы нет. Уже таких депозитных ставок нет, нет фондового рынка, нет, по большому счету, какой-то зарубежной недвижимости, ну, то есть осталось вот только, как обычно, наша классическая недвижимость, и в частности новостройки. Вот, вы разделяете этот оптимизм? Ну, не до конца, так скажем. То есть, здесь, мне кажется, мы скорее выдаем, ну, то есть это желаемый сценарий развития ситуации, когда мы бы хотели, что эти депозиты перешли на рынок жилья, рынок жилья бы оживился. Во-первых, нет четких данных по структуре этих депозитов, ну, снимет миллион человек по 200 тысяч рублей. Куда они с этими деньгами на рынке недвижимости, что? Кладовые пойдут покупать? Это вот к вопросу инвестиций, вспомнил просто реальную ситуацию, звонит знакомая, говорит, вот у меня есть 300 тысяч рублей, может мне кладовую купить? Я говорю, зачем инвестиции? Я говорю, какие инвестиции? Сдавать буду. Кому? Поскольку? Вот люди настолько мыслят инвестициями в недвижимость, что вот готовы последние 300 тысяч, я говорю, подожди, ты уверен, что у тебя там с работой все хорошо будет? У тебя двое детей? Не дай бог заболеет. Я еще раз говорю, да. Ну, то есть ты оставь лучше, положи их на депозит, пусть у тебя будет какая-то действительно подушка безопасности. Нет инфляции, их съезд, они сгорят. И сейчас мы говорим, что вот эти деньги с депозитов вернутся на рынок жилья. Ну, часть, наверное, вернется. Во-первых, часть потенциальных покупателей действительно заняла в ожидательную позицию, когда ставки скаканули. Они сказали, вот, есть вариант, мы сейчас понаблюдаем. Мы помним, 15-й год, действительно, цены могут снизиться где-то по каким-то... Подождем, посмотрим. Ну, часть вернется. Но я думаю, что эти деньги абсолютно не сделают погоду на рынке жилья. Не могу не спросить, поскольку, как это, в Екатеринбурге с момента конца февраля я не был. И у всех спрашивал, вот, у вас сейчас еще раз спрошу, но это немножко такая история понятная и стандартная. Как вы оцениваете сравнение предыдущих периодов, в том числе, там, 14-го, 15-го годов и текущего, если мы говорим все-таки про новостройки? Просто, ну, сами понимаете, да, кто-то говорит, это похоже, а кто-то говорит, нет, принципиально нет. Вот у вас какая позиция? Ну, у меня позиция, там, в любой непонятной ситуации надо проводить аналогии с прошлым, но не опираться на них. То есть мы должны понимать, что есть, сценарий развития вот примерно такой. Но не факт, что рынок пойдет по этому пути. Мы весной 2020 года тоже большинство специалистов ждали совершенно другое развитие ситуации. А рынок развернулся туда, где его никто, в общем-то, и не ожидал. Поэтому сейчас, да, мы должны помнить о том, что в 2015 году действительно для большинства городов рынок развивался таким образом, что вторичка просела серьезно и в продажах, и в ценах. Первичный рынок просто пожертвовал объемами продаж. Цены остались примерно на прежнем уровне. Застройщики продавали медленно, сократили инвестиции в новые проекты. Но при этом цены снижали только адресно в рамках каких-то акций, каких-то отдельных непродолжительных периодов. В целом ценовой фон оставался на прежнем уровне. Пока ситуация развивается близко к этому сценарию. Посмотрим, насколько будет эффективна текущая программа льготной ипотеки под 9%, которая вот с мая заработала. Нет уверенности, что она действительно вернет рынок на прежний уровень, но, скорее всего, поддержит рынок. Как раз первый опыт поддержки рынка через льготную ипотеку был в 2015 году. Рынок мы не вернули с точки зрения объемов продаж тогда на прежние уровни, но это позволило остановить снижение в падении количества сделок. И все-таки покупатели начали медленно возвращаться тогда на рынок. Это позволило зацементировать ту ситуацию, в которой оказались. Тогда какие ставки были эти льготные? По-моему, 12? Да. Я просто хочу уточнить, ведь в 2015 году у нас застройщик был существенно заинтересован в приходе денег от дольщиков. Сейчас у нас большинство, по крайней мере, нормальных строек – это проектное финансирование. То есть, в принципе, деньги уже подписаны, если этот проектное финансирование выделено, и застройщик получает деньги в соответствии с законом федеральным. И по большому счету дольщики или пополнение счетов влияет только на взаимоотношения банка с застройщиком. И по большому счету застройщику нет смысла сильно демпинговать, чтобы привлечь деньги дольщиков. Или я не прав? Ну, во-первых, есть обязательства перед банком, действительно, они, то есть, финансовые обязательства, они святые, да. Здесь надо их выполнять, надо доказывать банку, что ты тот план, который подписал, ты его выдерживаешь. Можно, конечно, ссылаться на рынок, но в следующий раз получишь более высокую процентную ставку, если ты не будешь соблюдать этот график, во-первых. Во-вторых, можно действительно месяц-два понаблюдать за рынком, посмотреть, в какую сторону он двигается, пожертвовать вот этими плановыми продажами, но а дальше-то что? То есть, объект, да, строится, приближается сдача дома, а у тебя, допустим, там 50% квартир не продано, то есть, тебе все равно их придется продавать. И оптимально, если у тебя все-таки будут объемы продаж более-менее стабильными. Мы же не можем сейчас гарантировать, что через полгода у нас продажи вырастут. Поэтому надо все равно текущую активность поддерживать. Даже на сегодняшнем достаточно вялом рынке мы все равно должны работать с теми покупателями, которые на нем остались, и за них бороться. Потому что у нас нет гарантии, что завтра будет рынок кардинально лучше. На том рынке, на следующих этапах за покупателя будут, может быть, точно так же бороться. Сейчас упускать этот момент я бы, наверное, все-таки не стал. Продолжение следует...